У меня есть два паяльника. Один вот такой вот проводной, обычный и довольно хороший паяльник. И вот такой вот новенький с USB Type-C и с дисплеем. А есть ли вообще смысл такой покупать и за него переплачивать? Сейчас будем разбираться. Это продвинутый низковольтный паяльник SQ-D60B. Поставляется с двумя распространенными переходниками и подставкой. Type-C разъем и встроенный PD-триггер позволяют питать его напрямую от блока питания и пауэрбанков со соответствующим протоколом без костылей. По крайней мере так заявляется, но это я проверю. Есть дисплей, настройка компенсации температуры, времени до засыпания, автоотключение. Тип жал тут тоже другой, TS. Хотя от T12 и SH они отличаются только формой и креплениями. В комплекте паяльник, жало, отвертка с запасными болтами, переходник на XT60 и 5.5х2.5, подставка с губкой и инструкция. Для фиксации жала под силиконовой резинкой есть болт под шестигранник. Также в паяльнике есть разъем для заземления, что думаю важно. После подачи питания отображается текущая температура. Нагрев запускается после зажатия кнопки А. Зажатие Б позволяет войти в настройки для коррекции времени засыпания от 1 до 30 минут, компенсации температуры плюс-минус 50 градусов и стартовой температуры от 100 до 400 градусов. Итак, а как же пользоваться этим паяльником, если у вас нет вот такого вот выхода и вы вообще паяете у себя иногда дома и вообще не знаете, как им пользоваться? Значит, смотрите, то, что у нас здесь USB, это, конечно, очень хорошо и все понятно. Только, допустим, мы берем обычно USB, втыкаем его, берем очень мощное зарядное устройство с PD-протоколом. Заявляется, что этот паяльник поддерживает PD-протокол. Ну, то есть, от PD-протокола он и работает. Вот мы втыкнули и видим, что ничего у нас не происходит. Почему? А фиг его знает. Потому что, вот еще раз, вынули, втыкнули. PD-протокол здесь работает. Чтобы запустить вам паяльник от USB, вам нужен вот такой вот триггер. Он будет выдавать вам нужное напряжение. Хотя блок должен выдавать нужное напряжение. Но, в общем, я не стал сильно разбираться. У меня был этот триггер. Я посмотрел обзоры других людей. У них, походу, такого триггера не было. Ссылочки оставлю в описании. И, в общем, я подключил, запустил паяльник через триггер. Вот мы вставляем наш триггер. Вот он загорелся, засветился. И я на триггере вижу, что он выдает от 11 до 14,9 вольт. И вуаля! Все заработало. Все заработало. Управление у нас здесь очень простое. В данный момент мы видим, что 40 градусов. Он греет на 40 градусов. Потом я додаю, прибавляю плюсики. Вот мы выставили. Видим, что он должен нам нагреться до 396 градусов. И смотрим. Вот мы видим, что у нас пошел нагрев. Ну и вот, буквально, чуть меньше, чем за 2 минуты, паяльник нагрелся до 400 градусов. Это с этим моим триггером. Ну и попробую я им попаять. Хочу сказать, что по заявлению он нагрелся до 400 градусов. Но по факту я бы не сказал. То есть у него заявлено, как вы видите, 400 градусов. Но что-то я не знаю. Хорошо, давайте у меня есть еще один паяльник. Вот старый обычный мой паяльник, который был у меня ранее на обзоре. Вот он. И в нем также есть шкала в 400 градусов. Он разогревается до 450. Вот я его включил. И давайте посмотрим, как этот паяльник нагреется. Мне кажется, что этот паяльник лучше нагреется до 400 градусов. Во-первых, быстрее, как мне... А, кажется, да, он уже, он уже, смотрите, уже дым пошел. И 400 градусов это будет красное жало. На этом паяльнике никакого красного жала я не вижу. Опять же, я не то, чтобы сильно паяю, но мне уже видно, что этот паяльник будет помощнее. Ну, давайте подождем пару секунд и увидим, будет красное жало здесь или нет. Ну, и вот мы можем посмотреть. Прошло намного меньше времени, чем в этом паяльнике. Жало уже здесь красное, раскаленное. И тут заявлено, что он греет до 400 градусов. То есть, этот обычный паяльник лучше, быстрее греет до 400 градусов. И здесь видно, что 400, ну, может, меньше даже, чем 400 градусов. Ну, по крайней мере, паяльник жало красное. Здесь я тут уже накладывал, что он почему-то скидывает жало не красное. Ну, я сейчас вне камеры постараюсь, может, я что-то не так в настройках сделал. В общем, постараюсь довести это жало до красна. Ну, и вот опять запустил этот паяльник до 400 градусов. И этот паяльник. Итак, смотрим разницу. Тут видно, что жало краснючее. Жало просто нереальное. Тут, ну, как бы, даже вида нету, что оно нагрелось. Ну, к этому притрагиваться я не буду. Ну, это горячее, да. Но, я думаю, явно не 400 градусов. Не знаю, ли я этим паяльником сейчас могу что-то спаять. Смогу, вернее. Ну, давайте посмотрим, как бы, на тест. То, как будет плавиться олово, толстый олово. Вот, итак, берем этот паяльник, олово, и смотрим. Ну, течет олово, да, то есть расплавляется. Вот, пошло, 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 пошло. Олово, да. Олово потекло. Хорошо. Давайте попробуем на вот этом паяльнике, как олово. Как у него олово потечет от его 400 градусов. Ну, получше я. Немножко получше, скажем так. Вот, олово, пошло, пошло. Олово. Получше. Не скажу, не скажу, что намного получше, конечно. И в этом, как оказалось, хорошо олово текло. Но в этом старом моем, который греет до красна, он немножко лучше-то работает. Не знаю, может, тут у них какая-то новая технология, что олово, то, что, вернее, жало не так нагревается, не могу сказать. Вот, по факту вижу, что так же олово плавится очень хорошо. И примерно, ну, чуть-чуть дольше, правда, чем обычным, но так же очень быстро. Ну и ладно, попробую сейчас что-то спаять. Вернее, не что-то, я-то знаю что. Хочу сказать так, что с данным жалом, которое шло в комплекте, мне лично паять неудобно. Наверное, это жало не предназначено для той пайки, которая мне нужна. Мне все-таки нужно, наверное, вот такое вот острое жало. Я тут попробовал отпаять элемент microUSB, но у меня очень-очень криво это получилось. Я так вижу, что с данным жалом мне лично пайка будет неудобная. Еще раз скажу, что олово плавит нормально, вот видите. То есть просто в данной ситуации сейчас мне это жало не подходит. Наверное, я возьму этот паяльник и спаяю им то, что мне нужно. Но также хочу сказать, что просто при выборе паяльника я просто заказал не то жало, потому что у меня такого просто не было жало. Вот у меня есть такое обычное. Думаю, дай закажу такое жало, посмотрю, как им работать. И вообще к нему идут комплекты сменных этих вот жал, этих вот штекерков таких. Так что жало это не проблема. Если вы будете заказывать, выбирайте те жалы, которые вам нужны. И в пайке не будет никаких проблем. Лично для себя я сделал такой вывод, что мне этот паяльник не нужен. Он мне не пригодится. И работать им не так удобно, как вот этим обычным паяльником. Можно было бы сказать, в смысле не так удобно. Тут же проводов нет. Только, увы, у этого паяльника внутри нет батарейки. То есть в любом случае вам нужен будет провод. И также он не работает от пауэрбанков, он не работает от обычных зарядок. У меня довольно мощные зарядки, которые были у меня на обзоре с 5 протоколами. То есть те зарядные устройства, они мощности по 100 ватт. Те зарядные устройства, которые заряжают ноутбуки. Они, это устройство, они этот паяльник не смогли подключить. То есть подать на него такое питание, которое ему нужно. Или я там, в общем, не знаю, в чем проблема. А с PD-триггером, хотя в зарядке есть PD-протокол, отдельно подключив PD-триггер и выставив на нем 12 вольт, паяльник заработал. Хотя он будет и работать при 9 вольтах, но не меньше. В общем, вы смотрите для себя, лично для меня этот паяльник оказался лучшим. Хотя надежды у меня очень большие были на этот паяльник. Я думал, что реально он будет питаться от пауэрбанка. И можно где-то что-то будет в поле, там, не знаю, припаять. Если у вас нету доступа к розетке. Но, увы, это не так. Так что вы думаете для себя, нужен вам этот паяльник или нет. Игрушка забавная. Я думаю, в больших мастерских пригодится. Но обычному пользователю, который паяет раз в день хотя бы, и у которого пайка не стоит на потоке, я советовать лично, я советовать не могу. Так что, вот такой обзорчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok